Уважаемые телезрители, я приветствую вас снова в нашей телевизионной школе рисования. Сегодня мы с вами будем делать необычное упражнение, необычную композицию. Скорее всего, она будет нам напоминать поиски такого декоративного элемента для нашего интерьера в стиле минимализма и для интерьера в стиле мини или техно. Это важно. Вот почему. Дело в том, что художник, живописец имеет дело с разного рода фактурами. Это может быть холст, это может быть арголит, это может быть бумага, это может быть стекло, это может быть металл, это может быть картон и так далее, и так далее. Ткани, естественно, разного рода. И поэтому нам вот эту фактуру и чувство материала нужно в себе прививать, нужно в себе культивировать. И сегодня я хочу, чтобы мы сделали вот такое упражнение, и это задание, скорее всего, будет на чувство пластичности. Дело в том, что для этого задания нужен, ну, просто обычный картон. И я нарезала вот такие вот прямоугольнички. Любого размера можете нарезать. Я взяла белый клей, взяла, можно взять гуашевую краску, можно взять вот такую акриловую краску, а можно взять то, что сейчас любят современные молодые люди, граффити, взять такие баллончики. Но работать с ними непременно нужно только на улице. И я взяла кисточку, и вот что я буду делать? Я буду компоновать наши сначала с вами вот эти прямоугольнички и делать из них такую вот стенку. Я взяла белый клей, и вот мы с вами будем эту фактуру, эту поверхность живописную, с вами сначала выстраивать, делать. Она у нас будет напоминать такую шахматную доску. Вот такую вот шахматную доску. Вот мы будем наращивать этот объем, но мы можем эту фактуру делать еще и вверх, то есть в вертикаль. Я покажу, как. Можем делать, как шахматную доску, а можем вот эти равномерные квадратики оставить. Ну, конечно, такое упражнение в чем-то будет нам напоминать затеи Пита Мандриана, который нас будет вдохновлять с вами. Это требует, конечно, вот такого определенного времени, чтобы это все приклеилось. Но дело в том, что тут важен еще вот какой момент, что вы можете сначала приклеить вот два таких прямоугольничка, а потом их просто перенести сюда. И у вас фактура будет расти еще и в глубину. Вот такое декоративное панно, оно развивает чувство цвета, чувство материала и чувство живописной поверхности, которая может быть не всегда гладкой. Так, вот мы с вами еще делаем так. Дело в том, что вот эти вот прямоугольнички и вот эти пустоты между ними можно закрашивать разным колером, краской. Вот я уже говорила, можно красной, а можно делать растяжки. В зависимости от того, какое по цвету декоративное полотно вы хотите получить. Ну вот так мы с вами сейчас двигаемся вперед. Вы поняли эту идею. Ну, а потом, значит, наращиваете фактуру и в шириной, в высоту и в глубину наращиваете эту фактуру. Видите, равномерность здесь есть, и здесь есть ритм, здесь есть ритмический ряд, вот что очень важно. И здесь есть определенная пластическая красота. Она достигается вот этим шагом или расстоянием между этих прямоугольников. как шахматная доска. Я все-таки хочу здесь использовать вот то, что я подготовила этот материал использовать. Осталось совсем немножко. Поверхности могут быть ровные, да? Холст может быть, даже холст под живопись может быть мелкозернистым, может быть крупнозернистым. Фактура холста может быть грубая, а может быть это льняное, тонкое полотно. И вот мы здесь с вами тоже в какой-то степени работаем вот с этой поверхностью. Может быть это кирпичная кладка, на которой вы пишете. И вот у меня осталось два элемента. Вот эти два элемента, которые я здесь закрепляю. Вот. Ну а потом я беру кисть, гуашь, беру гуашь. И я уже говорила, можно это одной краской сделать, а можно сделать несколькими красками. Вот, допустим, если это брать вот такой гуашь, то можно здесь вот, допустим, такой зеленый акцент поставить. Допустим, можно, видите, один элемент скосить здесь. Можно вообще оставить только фактуру. Можно сделать растяжки. Вот. Растяжки какие? Допустим, зеленые, сине-зеленые найти. Найти, допустим, там, желто-зеленый какой-то цвет вот рядом, допустим. В зависимости от того, какая у вас живописная идея будет. Ну и заодно вы изучите вот эти красочные смеси. Здесь даже, может быть, какая-то фактура при этом присутствует. Может быть, развитие этого зеленого цвета. Или вот я уже беру такой. Будет сине-зеленый. Я взяла такую плоскую кисть. и работаю. То есть это композиционная задача. В зависимости от композиционной задачи. Это кажется, что это так все просто. Вот если эти квадратики все закрасить. Но если я выйду на улицу с этой работой и возьму вот такую краску из баллончика и распылю эту краску красную, то у меня получается вот такая работа. Вот видите, я ее вставила в раму и здесь нарастила еще объем. видите, у меня самая высокая часть вот это. Потом понисходящий. Ну и вот получилась такая декоративная картина минималистского толка. Минималистского, минимум цвета здесь, да, один красный цвет. И эта фактура картона, она смотрится, мне кажется, что достаточно интересно. Дальше я уже говорила, что можно сделать это цветным все, но я предлагаю вам отойти от вот такой модульной заданности вот этих элементов, которые мы использовали для нашей фактуры, то есть от прямоугольников. И я для этого случая нарезала вот разные совершенно элементы и прямоугольники тут и треугольники и квадраты. И сейчас мы попробуем сделать новую композицию. Возьмем опять-таки наш картон, клей и вот эти элементы мы попробуем расположить в пространстве. чем-то это будет напоминать супрематическую композицию. Ну вот это кажется, что просто работать вот с этими элементами. Это только кажется. Вот допустим я беру этот вот треугольничек ставлю сюда. Дальше я хочу этот треугольничек еще поддержать в другом углу вот так ему навстречу сделать движение. то есть мы фактуру создаем уже из разнокалиберных элементов разных по форме. Вот здесь этот такой элемент ромб квадрат это развивает чувство пространства и посмотрите если мы сюда такую стрелу дадим вот куда ее хочется положить вот так наверное ее можно положить вот это может напоминать такое сваленное дерево да вот ствол а вот это крона если не абстрагироваться от реальных вещей и опять таки я продолжаю работать и искать из этих элементов делать фактуру нашего картона вот нам нужно сначала эти элементы все зафиксировать то есть найти место это может даже сначала делать самопроизвольно так как вам кажется если каких-то элементов не хватает можете здесь же их ножницами нарезать ну вот я хочу расположить то что у меня есть причем фактуру делать тоже и клеить можно и по тем фигурам которые уже приклеены то есть мы развиваем наше пространственное такое мышление видите здесь у нас такие сгущенные получились формы а здесь у нас вот много пустого места пространства и мы здесь тоже работаем то есть мы задаем вот этими фигурами определенное движение и работаем пятнами эти пятна потом у нас превращаются в цветные пятна но здесь могут быть эти полосочки более тонкие вот так вот по верху пойти вот чтобы это было интересно интересное развитие ну надо сначала может быть прикладывать какие-то вещи смотреть как композиция развивается в высоту ширину и вглубь вот вот так вот где-то еще сделать вот так и так мы набираем эти массы где-то сгущаем композиционный центр где-то движение останавливаем где-то его заостряем это движение да это форма творчества друзья мои но это форма творчества сейчас активно используется в дизайне вот здесь видите у нас много а здесь вот такая разрядка произошла мы здесь значит наращиваем и вот я смотрю где-что не хватает можно вот так положить если мы здесь положили то что-то не хватает здесь уже в творчестве архитектора дизайнера конечно тоже это используется вот сюда не хватает элемента ну смотрите у меня остались такие крупные вещи вот мне кажется здесь уже нужно думать как расположить так вот так лучше вы вы словно бы работаете с силуэтом и с фактурой ну и теперь вот это уже лишнее будет здесь нужно если что то нужно дать какие-то может быть маленькие такие точечные фрагменты где-то здесь в центре может быть еще вот так или думать надо думать одним словом вот такие такого рода упражнения они полезны и теперь раз уж я сказала что это сродни минимализму вот мы все элементы здесь расположили так вот еще дать и я хочу здесь взять такую акриловую красную яркую красочку и здесь можно вот буквально дать это одно пятнышко положить вот вам минимализм минимум цвета и фактура но конечно можно сделать еще такого же рода композицию выйти на улицу с нашим баллончиком только взять две краски красную и коричневую и у нас может получиться такая картина декоративная сейчас ее вам покажу вот посмотрите я сделала по этому же принципу вот такую композицию здесь тоже вот развитие этого сюжета произошло но здесь я еще сымитировала материал мне хотелось из картона сделать подобие древесины а если бы я взяла черную и серую краску то был бы похожий на металл или черную и стальную такую краску не серую а там серебряную а здесь вот есть это мне кажется ощущение динамики пластики развития идеи форма творческой и конечно вот такого рода абстрактные композиции они могут вам вполне быть пригодны для украшения вашего дома вашего интерьера который выполнен в стиле мини или евро ремонта или техно вот но давайте вернемся к нашей еще работе которую мы не дописали и сделаем там цветовые растяжки вот дорогие друзья я достала здесь гуашь и я хочу здесь все-таки доделать нашу композицию которую мы с самого начала с вами начали и заодно вам это поможет вот разобраться с цветом вы здесь можете использовать чистые локальные цвета можете красочные смеси и можете для вашего декоративного панно использовать вот те оттенки которые вам нравятся допустим либо пастельные либо вот активные такие яркие которые я беру здесь уже вот и будет сказываться ваша творческая индивидуальность в ваших предпочтениях в ваших предпочтениях и можете локально брать а можете вот так вот как я это делаю кисть кистью мешаю краску и на кисти остаются какие-то разводы красочные и мне это нравится да я от них не избавляюсь я там алую с английской красной помешала и вот у меня так вот получилось можете здесь заполнять красочные вот эти поля между нашими прямоугольничками одним словом используйте это так как вам нравится но в зависимости от того какого цвета у вас стены мебель подберите себе нужный колорит и я уже говорила можете одним цветом из баллончика красным либо голубым либо желтым либо вообще золотой краской это сделать серебряный вот вот я такой какой-то телесный оттенок здесь нашла но и холодные и теплые здесь оттенки вот это как-то ваша живописная фантазия она будет подстегиваться и вы не будете закомплексованными вы начнете этот цвет активно использовать вот видите это своего рода как первые элементы природы весь мир можно представить как чистые геометрические фигуры шар пирамиду конус цилиндр вот мы с вами сделали такую мозаику как будто смальта здесь куски смальта но это я просто делаю из-за того чтобы попробовать наши красочки куашу таким образом дорогие друзья мы сегодня с вами говорили о фактуре и говорили о пластике и говорили о декоративном панно которое вы самостоятельно можете сделать для украшения вашего дома спасибо вам за внимание всего вам доброго будьте здоровы творческих вам успехов